Тополь Ведется не первый год, но как ведется общественность, активно возмущается, а чиновники сигналы с мест игнорируют. Например, как вот здесь, по улице Шилова, где в приоритете баннерные конструкции, а не деревья. Их вновь в этом году обкарнали до жуткого состояния. Мы снимаем рюкзин по поводу деревьев, по поводу того, что их обрезают таким космарным образом. Ну это что вы думаете по этому поводу? Ну я, допустим, против. Я против. Говорят, что этот пух-пух летит, но я не знаю, мне кажется, что это зря. Но я вижу, что безобразие. Мне не нравится, допустим, мне не нравится лично. А что вы делаете, чтобы они пересвратили этим заниматься? Ну как, наверное, нашим местным властям, наверное, надо обращаться. А на местные власти и делают? Ну вот тогда уж я не знаю, когда обращаться. В правоохранительные органы, скажете вы, существуют строгие правила кронирования технической обрезки деревьев, которые следует строго исполнять. Члены общественного движения «Гражданская солидарность» подумали также и подали заявление в Следственный комитет по Забайкальскому краю на главу комитета городского хозяйства Марину Попову за варварскую обрезку деревьев. Марина Викторовна комментировать эту ситуацию на камеру отказалась, хотя в частной беседе с корреспондентом заявила, что общественникам в возбуждении в отношении нее уголовного дела уже отказали. Ну если у Попова есть какие-то неформальные связи, разговоры со следователем, у нас таких нет и мы не собираемся этого дела. Ну похнем с этим, с уголовным делом. Есть же масса других вопросов, площадок. Ну для примера, широко не освещалось, на прошлой неделе ЗАГС Собрания инициировала рабочую встречу по озеленению города Читы. То есть депутатов ЗАГС Собрания беспокоит ситуация. Ну это беспокойство, мне кажется, вызвано как, потому что они жители города, ну и потому что у них предвыборная кампания на носу. Сложно определять искренность наших народных избранников, когда скоро выборы. То ли они действительно решили уже как-то повлиять на ситуацию, отсюда их инициатива и горячие высказывания. Но давно подмечено, что после процедуры всенародного голосования депутат более спокоен и размерен и даже в чем-то ленив. У горожан также в голове не укладывается эта бразильская система обрезки деревьев. Преимущественно тополей, до уровня голый столб. Они пытаются придумать хоть какое-то оправдание этим варварским действиям. К сожалению, это не так. Даже если дерево может мешать электропроводке, его можно кронировать аккуратно, не превращая в убожество, как в других городах и не только крупных, где есть деньги содержать специалистов, цеха озеленения и спецтехнику. Но даже в нашем родном Забайкале и в поселке Первомайском, например, или в том же Краснокаменске. Зато чиновники в Чите любят с помпой высаживать молодые саженцы, которые потом практически стопроцентно погибают. Во-первых, из-за того, что после шумных акций полить их просто некому. А во-вторых, не приживаются на забайкальской земле рябины и ели. Нужно иногда прислушиваться к специалистам и грамотно выстраивать систему озеленения города.